Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Максима Кравчинского, где мы с вами вспоминаем различные факты, байки, легенды, исторические анекдоты, так или иначе связанные с русской культурой и нередко с русской жанровой песней. Сегодня хочу вновь вернуться к знаменитой песне «Чубчик». Вот в конце прошлого 2020 года я уже делал такой выпуск программы, где рассказывал об истории песни «Чубчик», о том, кто был первым ее исполнителем, о том, какие пертурбации эта песня пережила. И когда это видео вышло, я к своей радости получил довольно большое количество откликов от вас. И собрав эти отклики воедино, как-то структурировав, я понял, что первой программы мало, что надо записывать продолжение. Что я, собственно, сегодня и делаю, так что мы продолжаем изучать эту модную прическу под названием «Чубчик». Ну, фигурально, конечно, выражаясь. Итак, исполнители «Чубчика». Я уже говорил в первой программе, что Лещенко был далеко не первым, даже не вторым и не третьим. Самым первым был такой певец, иммигрант тоже, уроженец Тишинева, Муни Серебров. Вот он самым первым записал «Чубчик» на пластинку в 1927 году. И Лещенко в этом ряду был четвертым. После Муни был Иван Петренко, он же Давид Медов, потом был Юрий Морфессий, и только потом четвертым был Петр Лещенко. Так вот, первый факт, который меня заставил записать продолжение всей этой истории, то, что Лещенко был не четвертым, а, видимо, пятым. Потому что после выхода программы известный коллекционер, который, к сожалению, к большому моему, он в конце декабря ушел из жизни. Те, кто собирают, интересуются русской песней, знают его имя очень хорошо, это Сергей Ставицкий из Запорожья. Вот его, к сожалению, не стало, но он успел прислать мне фотопластинки Леонида Маложатова. Был такой певец в Харбине, который, видимо, записал «Чубчик» четвертым в 1932 году в Харбине. А Лещенко, записавший его в Латвии в 1933 году, соответственно, становится пятым, так сказать, перемещается с четвертого на пятое место. Это первое. Второе. После того, как первый выпуск про «Чубчик» был записан, мне в фейсбуке написал коллекционер из Израиля по имени Павел, который занимается очень плотно такой певицей, известной из-за Кремур. Ее называли когда-то «Вертинский в юбке». Она одна из основоположниц и авторской песни, и шансонетки. Мега популярная певица в начале 20 века. В общем, гремела она и в Одессе, и в обеих столицах. Потом эмигрировала, пользовалась огромной популярностью. И вот Павел из Израиля, он занимается ее биографией, собирает материалы с ней связанные. И, увидев мою программу про «Чубчик», он присылает мне две газетные статьи. Одна из них, вернее, это реклама, а вторая статья. И что я там вижу? Вот первая реклама, которую мы видим, это реклама концертов некого болгарско-румынского ортестра в еврейском ресторане в Нью-Йорке. И газета эта датируется 26-м годом. И там сказано, что в программе прозвучит ваш любимый «Чубчик». Вот видите, слева желтым выделено, это Павел мне подчеркнул, это написано «Чубчик». Соответственно, мы делаем вывод, что к 26-му году эта песня уже хорошо известна слушателю. Более того, на нее зовут публику. То есть, она очень хорошо известна. Это такой прямо шлядер, хит, назовите как угодно. Еще один момент. То есть, она известна в каких кругах? В еврейских. Это реклама в еврейской газете, реклама еврейского ресторана. Тут надо сказать, что Нью-Йорк, особенно Нижний Манхэттен, он еще в начале 20-го века стал центром эмиграции еврейской из Российской империи. После погромов 1905-1907 годов большое количество из местечек людей устремились туда, в Нью-Йорк. И вот Нижний Манхэттен, там вторая авеню и чуть выше Чайна-тауна. То есть, это все были такие места концентрации еврейского населения, особенно выходцев из Российской империи. То есть, все это было рассчитано на них. И кроме того, мы делаем вывод, что откуда они ехали. Ну, вот Украина, местечки какие-то, Одесса, Кишинев и так далее. То есть, они ехали оттуда. И там эта песня уже была хорошо известна, и там она звучала. Запомним этот. Но это еще не все. Павел присылает мне вторую газету. В этой газете опубликована статья, большая, посвященная Изи Кремер. То есть, главному интересу моего коллеги, так сказать. И эта статья тоже вышла в Нью-Йорке, и тоже она датируется 26-м годом. Интересно увидеть, кто автор статьи. А автор статьи, известный писатель и теоретик сионизма Владимир Жаботинский. То есть, человек серьезный, с таким научным подходом ко всему. Ну, среди прочего, так сказать, он описывает, какая замечательная Изи Кремер певица, ее пертурбации. Она уже к 26-му году, потянув Одессу, побывав в Париже и в Стамбуле, она уже оказалась в Нью-Йорке. И с успехом там выступает. И в конце статьи Владимир Жаботинский сетует, что почему же Изи Кремер не включает в свой репертуар знаменитый чубчик. И пишет он, что этот чубчик, который был написан лет 70 назад и посвящен известному бандиту. И далее же Батинский цитирует песню. Но цитирует он, увы, не чубчик, а другую композицию, которая, ну, условно называется «Мальчишка». Там такие слова были, если помните, «Прощай, моя Одесса, славный карантин, на завтра угоняет на остров Сахалин». Эта песня, она была известна в начале 20-го века, ее пел такой артист был Ефим Диляров. В общем, он цитирует песню, но цитирует не чубчик. Однако уже какая-то ниточка появилась. И, прочитав эту статью же Батинского, я стал думать, а что же за бандит это он какого-то упоминает? То есть, если в 1926 году он пишет, что события происходили 70 лет назад. То есть, ну, примерно середина 19-го века. Копнул поглубже и выясняется, что не 70, а правда 50 лет назад относительно написания статьи, то есть, в 1880-е годы, действительно, в Одессе был известный преступник. И звали этого преступника Владимир Качубчик. Ну, соответственно, нетрудно понять, что кличка у него была уголовная «Чубчик». И более того, исследователи Одесски и краеведы утверждают, что этот самый Качубчик был любовником знаменитой Сонти Золотой Ручки. И он же сплавил ее, так сказать, полиции сдал, чтобы воспользоваться тем, что Соньку успела, значит, наворовать. По одной версии, когда Соньку упекли на каторгу, этот Качубчик, значит, почивал на лаврах и пользовался плодами, так сказать, деятельности и нетрудовыми доходами Сонти. А по другой версии, он тоже был вскоре арестован, сослан на Сахалин и при победе с острова погиб. И тогда вот эта песня, собственно, «Пропалая мальчишка меня угоняет на остров Сахалин», она больше ложится в эту историю. Но с другой стороны, если фигура была такая яркая, этот Владимир Качубчик по кличке Чубчик, ему могло быть посвящено и несколько песен, собственно, почему нет. История эта с Качубчиком и Сонькой Золотой Ручки, она разворачивалась в 1881 году. И это вполне укладывается в нашу теорию, что годы создания песни Чубчик, она, значит, с 1879 по 1917. Почему точка отсчета берется 1879? Потому что в песне Чубчик, в оригинальной версии, в самой длинной, там говорится, что герой попадает на каторгу за убийство товарища из-за бабы Скверной Лукавы на 20 лет. Уголовное наказание в Российской империи до 1879 года за убийство давали 12 лет, а после 1879 года стали давать 20. То есть, это нижняя точка отсчета, там же упоминается суд присяжных, который действовал в Российской империи с середины 1860-х годов по 1917. То есть, вот таким образом, 1879-1917. Если же мы поверим, что этот самый Владимир Качубчик является действительно прямым или косвенным героем этой песни, то и рамки еще более сужаются, то есть 1880-е годы по 1917-е. Скорее всего, где-то там, раз к 1926 году песня уже широко и мощно известна, особенно еврейскому населению, причем в разных уголках света. То мы делаем вывод, что, скорее всего, действительно, песня появилась в Одессе по отголоскам вот этих событий, связанных и с Сонькой Золотой Ручкой, и с Чубчиком. Ну, фольклор уже и народ, так сказать, переплавил всю эту историю, не соблюдая, так сказать, протокольную достоверность. И вот что-то такое получилось. Я лично этому вполне доверяю. Но и это еще не все. Когда первая моя история про Чубчик вышла, я там сетовал, что нигде, ни в песенниках, ни в литературе, я никаких отголосков этой песни не смог найти. Но известный публицист, журналист Эмиль Сокольский, с которым мы дружим в Фейсбуке, он, посмотрев мою историю, указал, что я ошибся. На самом деле есть песня старинная, где одна из строф – это, в общем, прямое заимствование в Чубчике. Песня называется, ну, условно, конечно, «Зачем я встретился с тобою?». Я нашел ее, да, Эмиль, так сказать, показал, что тексты есть в интернете. Песня, видимо, с середины 19 века. И там действительно есть такая строфа – вот скоро-скоро снег растает, в полях цветочки расцветут, а мне несчастному в то время железом ноги закуют. Ну, и мы можем вспомнить, что в Чубчике действительно практически, ну, практически слово в слово она повторяется, там она звучит так – пройдет зима, настанет лето, в садах цветочки снова расцветут, а у меня, у бедного мальчонки, цепями ручки да ножки закуют. И последнее, что хотел сказать. Когда я выложил историю про Чубчик, один из комментов был ссылка на YouTube. Ее прислал мой фейсбучный знакомый Алексей Блюминов. И я кликаю, и вдруг звучит знакомая мелодия Чубчика, но звучит она совершенно не на русском. И что я вижу, что эта песня, такая строевая, неофициальный димм греческих партизан Элас. Было такое формирование в годы Второй мировой войны, которые воевали против фашизма в Греции. И вот они еще в то время, то есть в середине 40-х годов, на мотив русского Чубчика сложили свою походную строевую песню. Я, естественно, по гречески не говорю, но сейчас, благо, есть переводчики. Я скопировал название песни, вбил ее. Греческий интернет мне выдал кучу ссылок. И, опять же, переводчик перевел все это на английский. И я открыл одну из ссылок и читаю. Какой-то греческий историк музыки пишет, что действительно, неофициальный гимн этих формирований греческих партизан, он был положен на музыку русской песни Чубчик. Что характерно, и там остаются неизвестными авторы слов. То есть Чубчик, он загадочный для всех. Какой-то неизвестный грех, значит, сочинил на мотив русского Чубчика вот этот гимн греческих партизан. Они указывают там композиторам Петра Лещенко. Ну, просто греки так глубоко не копали. Для них, как и для многих из нас даже, Чубчик прежде всего ассоциируется с Петром Лещенко. Хотя это, конечно, совсем не так. Вот такая история у нас сегодня получилась про Чубчик. В общем, вполне достойное, думаю, продолжение получилось у нас сегодня. И чтобы уж соблюдать до конца традицию, я по примеру первой истории Чубчика, где я сделал антологию песни с пластинок на 78 оборотов, наше нынешнее продолжение, Чубчик номер два, тоже сопровождается одновременным выходом антологии Чубчика в исполнении артистов второй волны русской эмиграции. Вы услышите очень редкие записи Чубчика, в частности, в исполнении Ольги Инчевецкой, Вити Прохорова и других артистов. Кого-то вы знаете наверняка, а кого-то наверняка и нет. Ну и на прощание обращаюсь ко всем зрителям программы. Если у вас есть что добавить, может быть, вы случайно знаете автора Чубчика, или хотя бы какие-то предположения у вас есть, как, скажем, у Павла из Израиля, или как у Эмиля Сокольского, которые любезно этой информацией поделились, я буду вам крайне признателен. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал про песни. Пока! ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok